Друзья, всем привет! С вами я, Эдскрайбер, и сегодня у нас обзор всей линейки компании Xiaomi. В этом году компания Xiaomi выкатила на рынок просто кучу различных смартфонов, и многие из вас начинают уже путаться вообще, где что, почему этот смартфон стоит дороже, этот дешевле и так далее, почему их так много, почему они выпускают каждый день по одному смартфону. В общем, чтобы разобраться во всей этой чехарде, которую сделала компания Xiaomi, мы сегодня с вами разберем всю линейку этой компании, посмотрим, где какие ценники, на что обратить внимание, где что подешевле, получше, подороже и так далее. На все это обратим внимание. Итак, линейка компании Xiaomi. Телефоны компании Xiaomi делятся на две, так сказать, большие основные ветки, это Redmi и Mi. Redmi делятся, в свою очередь, тоже на некоторые сегменты. В прошлом году они делились конкретно четко, в этом году некоторые разделения произошли и внутри каждой из веток, поэтому не совсем понятно, где что должно находиться, но в целом они делятся на Redmi и Redmi Note. В ветке Redmi представлены телефоны Redmi 5, Redmi 5 Plus и видно, что Redmi 5 Plus он уже гораздо больше, Redmi 6 и Redmi 6 Pro. Также есть вообще абсолютно такой бюджетный сегмент и здесь телефоны Redmi 5A и Redmi 6A. Redmi 5 и Redmi 6A стоят в районе 100 долларов, чуть больше, чуть меньше и все остальные телефоны где-то вот от 140 долларов, начиная в этой линейке. Обратите внимание, как выглядит, допустим, Redmi 5. Да, стандартный телефон, который многие из вас, конечно же, очень хорошо знают, многие являются его владельцем. Вот такая абсолютно хорошая, интересная концепция компании Xiaomi, такая, можно сказать, полу-полубезрамочность, доступная сейчас для многих. Redmi 5 Plus по сути ничем не отличается. Есть вот телефон Redmi 5A и, конечно, здесь уже такой более устаревший дизайн, очень большие рамки сверху и снизу. И такая концепция пластикового телефона, но это на самом деле бюджетный, очень бюджетный телефон, который многим нужен на самом деле, потому что многие у меня, допустим, спрашивают телефон за 5-6 тысяч, просто чтобы была звонилочка и был сенсорный экран. Вот, мне кажется, идеальный вариант это Redmi 5A и Redmi 6A. Это на самом деле очень хороший, выгодный вариант на данный момент. Вот новинка этого года, Redmi 6A выглядит таким образом. Он похож на 7-ку iPhone Plus, да, тоже рамки сверху и снизу, и сзади как будто бы сдвоенная камера, на самом деле там камера и вспышка. Таким образом выглядит Redmi 6 Pro, у него есть небольшая челочка сверху, о нем мы поговорим еще немножечко похоже. Итак, идем дальше. Дальше у нас идет линейка Redmi Note, самый, наверное, нашумевший телефон в этом году, Redmi Note 5, оставший абсолютным лидером продаж, и Redmi Note 5A, который стал, нет, таким, конечно, лидером продаж, но тоже, на самом деле, бюджетный неплохой телефончик, который многим заходит. Кстати, у Redmi Note 5A очень хорошая фронтальная камера, одна из самых лучших в этой ценовой категории. И вот давайте обратим внимание, как выглядит Note 5A. Есть еще один телефон и еще одна, так сказать, под линейкой, которая появилась в этом году у компании Xiaomi Redmi S. И здесь представлен телефон S2, вообще не очень, на самом деле, мне понятно, для чего вот нужен вот этот отдельный, как бы, телефон или отдельный сегмент этого телефона, но есть определенный момент, который помогает понять. Вначале обратите внимание на внешний вид Redmi Note 5, ставший, как я сказал, уже лидером продаж и одним из самых популярных телефонов этого года. Вот такая концепция, да, ну где-то повторение, это 10-го iPhone, свой немножко закос. Сверху и снизу пластиковые вставки, которые многим не нравятся, но, на самом деле, очень хорошая начинка этого телефона. 636-й Snap, хорошая оперативная память LPDDR4X, то есть скоростная хорошая память и много других плюшек. Есть стабилизация видео, которая справляется, на самом деле, очень неплохо справляется со стабилизацией за свои деньги. Ну и при определенных условиях этот телефон смотрится очень даже ничего. Вот таким образом выглядит Redmi Note S2. Он очень похож на все остальные телефоны компании Xiaomi бюджетного сегмента. Вот технические характеристики, в принципе, все такое. Вот эти полосы антенн, они очень узнаваемые, они имеют такие линии, которые, по сути, можно сдалека узнать, что это Redmi S2. Далее мы идем к следующей большой подветке под названием Mi. Здесь мы начнем с телефона или с под линейки Mi Max. Mi Max это абсолютно большущие телефоны компании Xiaomi. Если вам нужен действительно такой планшет-офон или же фаблет такой большой, здесь есть телефоны Mi Max 2 и Mi Max 3. Кстати, забыл отметить, что я в этом обзоре представляю именно актуальные телефоны этого года. Вот Mi Max 3 вышел совсем-совсем недавно, обладает очень хорошими характеристиками, очень популярный телефон. И вот Mi Max 2 в свое время тоже очень хорошо зашел людям, очень был популярен за счет своего большого экрана. Можно поиграть, можно посмотреть видео, хороший звук и много-много остальных плюшек и моментов. Но Xiaomi Mi Max 3 в этом году представили более такой безрамочный телефон. По сути, он должен быть меньше, чем Mi Max 2, потому что рамки у него уменьшились. Действительно, концептуально выглядит очень красиво, очень навороченно. Но учитывая, что это реально просто большущий-большущий телефон, он больше, чем Samsung Note 8, Note 9 и так далее. То есть, это большой телефон, очень удобный. Очень хотелось бы, чтобы он был на обзоре и возможно, скорее всего, скоро мы его достанем. Есть отдельная линейка под названием A. Здесь представлены телефоны A1, A2 Lite и A2. Это телефоны как раз A2 и A2 Lite, телефоны этого года. Тоже под каждым телефоном вы видите приблизительную цену этого телефона, да? И можете обращать на это внимание, да? Но чем отличается линейка под названием A? Видите, она выделена как бы красным цветом. Это телефоны на голом или же чистом Android. Многие это ценят, многим этого не хватает, потому что кто-то недолюбливает систему MIUI. Мне, допустим, эта система очень заходит, очень интересно. Но многим нравится именно чистый Google, поэтому вот, пожалуйста, вам линейка A. Здесь абсолютно чистейший Google и, пожалуйста, можете пользоваться. Также обратите внимание, что это два абсолютно одинаковых телефона. Redmi A2 Lite и Redmi 6 Pro это два одинаковых телефона. Redmi 6 Pro работает на MIUI, на собственной глобальной прошивочке. Mi 2 Lite работает на чистом Google. На чистом Google, если можно так сказать, конечно же. Вот таким образом выглядят два этих телефона. Они абсолютно идентичны, абсолютно одинаковые. Просто разница именно в операционных системах. То есть, по сути, даже не в операционных системах, а именно в оболочке. И кому что нравится, тот и выбирает. Но отметим, что все-таки линейка A всегда была подороже и так и остается в этом году. Далее мы переходим, можно сказать, к субфлагманской линейке. Это Mi. И здесь представлены телефоны Mi 6X и Mi 8 SE. То есть, Special Edition, да. Это, так сказать, предфлагманская линейка или субфлагман, наверное. Скорее всего, вот новое такое определение. Но, если честно, я сам сюда вот эту категорию поставил. Вы видите, тоже приблизительные ценники. Ценники очень неплохие за эти аппараты. И отметим тоже, что здесь есть тоже абсолютно два одинаковых телефона. Это Xiaomi Mi A2 и Mi 6X. Это абсолютно два одинаковых телефона. Разница лишь в том, что это тоже. Один телефон работает на чистом Android, то есть прошивочка от Google. А другой работает на собственной прошивке. Так сказать, на собственной оболочке MIUI. И разница лишь в этом. Все остальное абсолютно одинаковое. Вот таким образом выглядит этот телефон. Концепция такая, ну, в принципе, Xiaomi-шная. Но отметим, что здесь более премиальные материалы корпуса. И, конечно же, он смотрится и держится в руках совершенно иначе, чем другие телефоны компании Xiaomi. Хотя внешне он очень похож, но на самом деле качественно, дорого и премиально сделан этот телефон. Работает на 660-м Снапе. Очень хорошая начиночка. Далее, отсюда мы видим, что идет флагманы. Флагманы этого года. Это Mi 8 и Mi 8 Explorer Edition. Так скажем, это основные флагманы компании Xiaomi. И обратите внимание на ценники этих телефонов. Тоже они очень даже и очень доступны. А дизайн флагманов Mi 8 и Mi 8 Explorer Edition очень напоминает дизайн или концепцию дизайна iPhone X. По сути, это где-то такое повторение в той же самой челке, в той же самой камере, которая расположена вертикально. Но, конечно, Explorer Edition очень отличается, потому что прозрачная задняя крышка делает его уникальным. Нету сканера отпечатков пальцев на задней крышке, потому что он встроен в экран. И вот на самом деле это смотрится очень-очень красиво. Задняя крышка, где мы можем рассмотреть процессор, разные фишечки этого телефона, да, смотреть. И для гиков, конечно, это одно из самых вывешивших достоинств этого телефона. Дальше идет тоже флагманская линейка, это Mi Mix. Здесь два телефона на данный момент актуальны, Mi Mix 2 и Mi Mix 2S. Многие из вас, многим из вас, конечно, знакомы эти телефоны. Очень популярные, очень популярные флагманы на топовом железе. Очень красиво выглядят, но единственный компромисс, тоже они, по сути, почти что такие безрамочные. Но единственный компромисс этого телефона, то, что фронтальная камера находится внизу этого телефона. Очень странное решение, конечно, понятно, что они шли на компромисс, но, если честно, это не очень практично, непривычно. И, по сути, ну, немножко даже наперегучиваться, если пользоваться именно камерой, да. То есть, если вы делаете селфи, то, скорее всего, телефон вам нужно полностью переворачивать каким-то образом и так себя фотографировать. Это один из минусов этого телефона, концепция, которая, скорее всего, на данный момент недоработанная. Но по материалам, по железу, это топовая, топовая начинка и топовые материалы. Также была линейка Note, Mi Note, но на данный момент она пока что не развивается, хотя компания Xiaomi в любой момент может представить еще новый телефон. Но, в целом, отметим, что Note 3, Note 2 на самом деле не зашли. И, скорее всего, наверное, компания Xiaomi поменяла немножко стратегию. И вот телефон 8SE, скорее всего, заменяет Note 3. Но это вот по моим предположениям таким. Есть также отдельные совсем такие телефоны у компании Xiaomi. Это отдельная, так сказать, ниша, отдельная совсем линейка. Допустим, телефон Shark, Xiaomi Shark. Это игровой смартфон. Выглядит очень интересно, концептуально. На самом деле видно, что он игровой. Это гековский смартфон. Тем, кто любит поиграться, козырнуться именно этим, да. Может быть, ходит на какие-то мероприятия, где, может быть, он может посвятить этим телефонам. Там абсолютно топовое железо, топовые процессоры, система охлаждения, ну и все фишечки для игрового телефона. Также в этом году компания Xiaomi выкатила вот буквально-буквально недавно Poco, Pocophone, так называемый Pocophone F1, который по дизайну, конечно же, копирует абсолютно OnePlus 6. Все технические характеристики тоже очень высокие. То есть это 845 Snapdragon, последний процессор, все фишки там, куча оперативной памяти, хорошие камеры, все прелести, в общем, флагманской жизни, но за абсолютно небольшую цену. И в этом уникальность как раз этого телефона Pocophone, который выглядит на самом деле достойно. Но стоит отметить, что задняя крышка сделана из пластика. Это один из самых, наверное, больших компромиссов, на которые следует пойти, вот, если вы будете брать этот телефон. Но на самом деле предложение очень интересное. Со стороны, конечно, компании Xiaomi, ну, мне так показалось, как будто бы они, ну, подставили компанию OnePlus, тупо скопировав их, тупо скопировав iPhone, вот, и таким образом занимая или же выдирая себе нишу на телефонине. Наверное, они просто порвут в следующем году, если они так же будут продолжать, то конкурентов просто не будет появляться. Единственное, конечно, чем нас всегда радует Xiaomi, это их ценник. И это одно из самых, наверное, главных тем, которые обсуждаются на рынке телефонии. Итак, давайте обратим внимание на всю линейку компании Xiaomi. Мы, как увидели, уже она делится четко на два таких сегмента или две подветки. Это Redmi и Mi. Redmi – это бюджетные телефоны, то есть, если у вас немного денег, то, пожалуйста, вы можете смотреть в эту сторону. И линейка Note. Redmi Note – это одна из самых популярнейших линей, которая представляет за небольшие деньги очень хорошие технические характеристики. Если у вас денег вообще нет, да, и очень мало, может быть, в районе 100 или меньше долларов, то вам поможет Redmi 5A и Redmi 6A. Это абсолютно бюджетные телефоны. Есть очень хорошая камера на телефоне Redmi S2. Он стоит недорого, но его камера очень радует, да. Далее, значит, у нас линейка Mi. Мы видим, что есть телефон Mi Max, да. Это, если вам нужен большой телефон, то, пожалуйста, без проблем. Если вам нужен телефон на чистом или голом Android, то, пожалуйста, есть линейка под названием A. То есть, видите, конкретно делятся такие сегменты. Далее идет у нас субфлагманская линейка или предфлагманская линейка. Здесь 6X и 8SE. И дальше идут флагманы. Это основные флагманы Mi 8 и Mi 8 Explorer Edition. Также есть и дополнительные флагманы. То есть, как бы, флагманский сектор расширен, да. Mi Mix 2, Mi Mix 2S. Пожалуйста, на выбор куча всего. Mi Note на данный момент не развивается. Но мы посмотрим, как будут дела обстоять дальше. Может быть, компания Xiaomi представит еще в этом году. Отдельным таким сегментом стоят телефоны Shark и Pocophone. Друзья, так, с вами был я, Эд Скрайбер. Это был разбор линейки компании Xiaomi. Если вы хотите, чтобы я разобрал еще какие-то линейки, да, то, пожалуйста, пишите об этом в комментариях. Спасибо вам, что вы ставите лайки, что вы поддержите этот канал. И всем успехов. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok